С вами самая полезная программа «Мы вправе». Рассказываем о том, какие изменения законодательства уже вступили в силу, а какие только готовятся это сделать. Сумма возмещения страховых выплат пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях вырастет со 160 тысяч рублей до 500. Произойдет это с 1 апреля текущего года. Соответствующее постановление правительства опубликовано в российской газете. Ранее виновный в аварии выплачивал только затраты на лекарства и санаторно-курортное лечение. Правда, для этого необходимо было доказать, что таковое действительно требуется. Теперь же виновнику придется отдать пострадавшему процент от максимальной страховой выплаты, даже если вы в таковом лечении не нуждаетесь. Нет оплаты за свет, нет кредита. Закон о кредитных историях пополнился соответствующими пунктами. С 1 марта банки смогут отказывать взайме должникам по квартплате, а также тем, кто не оплатил штрафы. Неоплаченная парковка, свет или отопление, долги по алиментам – все это попадет в кредитную историю гражданина. Ранее эта информация могла отражаться в кредитной истории лишь с позволения самого неплательщика. Теперь за непредоставление данных в кредитное бюро или за задержку сроков их внесения должностных лиц ожидает штраф в размере до 5000 рублей. Члены Совета Федерации готовы сократить свои зарплаты на 10%, сообщает агентство «Интерфакс». Официальное решение о зарплате будет оформлено на заседании 4 марта. Пока известно, что сенаторы решили отказаться от перелета в бизнес-классе и ограничиться эконом-вариантом. Кроме того, в этом году Совет Федерации не будет закупать новое оборудование и оргтехнику. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Следите за нашими выпусками и всегда будете вправе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова